чудесные тайны кости кость это постоянно обновляющаяся ткань прежде всего нам нужно знать что кость это не просто жесткий каркас для мышц оживая и непрерывно обновляющаяся ткань в которой отдельные участки постоянно разрушаются а на их месте образуется новый повторюсь отдельные участки кости постоянно разрушаются а на их месте образуются новые костные элементы у взрослого человека за 10 лет обновляется вся костная ткань это называется физиологической регенерации и все это происходит за счет двух упомянутых ранее процессов резорбции 1 и формирование ткани 2 резорбция это разрушение ткани на определенном участке и повторюсь еще раз не сочтите за надоедливость сразу же после резорбции при условии нормального кровообращения происходит формирование новой ткани при условии нормального кровообращения почему я это подчеркиваю потому что болезни возникающих по причине нарушения кровообращения в костях множество и это не хорошо но об этом разговор впереди сегодня мы говорим о том как все происходит при нормальном кровообращении смотрим на рисунок функционально структурная единица кости это пластион вот мы его наблюдаем концентрически расположенные пластинки вокруг гаверсово канал в котором проходят кровеносные сосуды а вот смотрим структуру губчатой кости в губчатой кости наблюдаем тробекулы потому эту кость еще называют тробекулярной здесь же видим многочисленные полости включающие костный мозг и окруженные многочисленными кровеносными капиллярами а вот следующий рисунок здесь уже видим и сосуды и органический матрикс постеоид органический матрикс синтезируется остеобластами клетками созидателями которые секретируют коллаген и протеогликаны фосфолипиды и щелочную фосфатазу которые необходимы для минерализации кости при формировании кости остеобласты окружаются по периферии минерализированными участками ткани и превращаются в остеоциты главная функция остеоцитов поддержание обмена веществ уже минерализированных участков в кости остеокласты клетки разрушителей располагается на поверхности кости в особых углублениях резорпции образуемых за счет деятельности этих клеток они как червяки в яблоке выгрызают себе каналы и там живут и делают свои важные для эволюции дел как они это делают остеокласты путем экзоцитоза выделяют аж ионы растворяющие минеральные кости а также секретируют лизосомальные ферменты гидролазы и коллагеназы разрушающие костный матрикс подобно пауку выпускающему свой яд внутрь жертвы и этот яд паука перетравливает жертву и создает для него хорошую пищу так и остеокласт выделяет ферменты превращающие старые остеоциты в отработанный материал который потом дальше используется для организмом для строительства новых уже клеток теперь внимание вот надкосница обильно наполненная кровеносными капилляры она содержит в себе стволовые остеогенные клетки сохраняющая способность к пролиферации на протяжении всей жизни что такое пролиферация это разрастание ткани путем размножения клеток деления этот термин стоит запомнить для дальнейшего изучения физиологии теперь движемся дальше эти стволовые остеогенные клетки образовывают новые слои костной ткани снаружи в переосте и одновременно происходит резорбция костной ткани изнутри в эндоосте внимание посмысляем услышаны так растет кость в ширину благодаря размножению стволовых остеогенных клеток изнутри одновременно работают остеокласты разрушителей делая свои норки и тем освобождая место для костного мозга убивается сразу два зайца и делается разумный фокус природы костномозговой канал расширяется а толщина стенки трубчатой кости практически не меняется понимаете ведь стать толще этой стенки мешает остеокласты которые изнутри ее подгрызают и оставляют нетронутой только определенную полосу зато объем костного мозга увеличивается в этом разумность природы ведь костный мозг это орган кроветворения чем большим по размеру становится организм тем больше ему нужно крови и всех ее клеток тем объемнее должны быть его кости с костным мозгом внутри так они растут в ширину а вот рост костей в длину обеспечивается хрящевой тканью эпифазарных концов смотрите рисунок при хондроциты в хрящевой зоне роста костей становятся пролиферирующими хондроцитами образуется зона роста за счет способных пролиферации хондроцитов эта зона роста и дает удлинение кости теперь кровоснабжение для роста костной ткани важны особенности кровоснабжения кровообращение почему так потому что во первых кровоток обеспечивает обмен кальция и фосфора между кровью и костной тканью что необходимо для постоянного обновления кости во вторых кровоток приносит в костную ткань органические субстраты метаболизма особенно глюкозу высокое потребление которой костной ткани обусловлено низким содержанием притекающей крови кислорода получение энергии из глюкозы происходит в процессе гликолиза глюкоза также используется для синтеза гликогена необходимого для процессов минерализации растущей кости и в третьих поступающая в кость кровь имеет высокое напряжение углекислого газа что тоже необходимо для кости образования и наконец четвертый кровоток создает в растущей костной ткани электрохимический потенциал способствующий прицепитации а проще сказать осаждению солей и последующему образованию очагов кальцификации от себя лично скажу для увеличения этого электрохимического потенциала и обеспечения здорового роста и функционирования костной ткани очень полезно а прогреваться на солнышке б посидеть возле костра или камина и погреть косточки свои в их излучения в при проблемах с костями и кровью в клинических условиях использовать такую чудесную физиотерапевтическую процедуру как электрофорез а еще следует знать что повышение кровотока активизирует рост костей длину и еще при механических нагрузках на поверхность кости также при массаже окружающих кость тканей кровоток возрастает что стимулирует естественный рост кости при таких воздействиях возникает пьезоэлектрический эффект генерирование потенциала в местах контакта кристаллов минерального вещества кость кости гидроксиапатита с органическим веществом коллагеном здесь следует повториться трение коллагена как органической компоненты и кристалла как минеральные компоненты дает пьезоэлектрический эффект всем нам знакомая пьезо зажигалка возникающие при этом электрические потенциалы способствуют движению ионов и молекул по питающим костную ткань каналом вот чем вся прелесть а вот прекращение механических нагрузок ведет к атрофии кости от бездельности все это зло атрофирование происходит из-за нарушения кровообращения ослабление электрохимических потенциалов и как следствие преобладанием процессов деструкции над процессами образований костной ткани эта информация особо важна стоматологом и тем у кого проблемы с зубами внимание кости челюстей нельзя оставлять без постоянной нагрузки нужно жевать пищу стараться на все зубы и не спеша но продолжительно так зуб как элемент пищеварения будет давить на стенки своего гнезда и не даст развиваться парадонтозу резорпции посадочных гнезд плюс массаж лица с нажатием на кости которые держат зубы вот эти зоны советы достаточно простые но удивительно эффективно плюс вспомним о пользе прогревания на солнышке или возле камина но еще за на то то не здраво скажет нам разумный человек нельзя быть и слишком усердным при давлении на кости ведь при избыточных нагрузках формируется рабочая гипертрофия кости особого ужаса в этом нет но лучше и разумнее всегда помнить о норме золотой серединке теперь на очереди разговор о регуляции роста костей и об особом сакральном таинстве их строение и функционирование но это уже в следующем ролике темы на сегодня и так предостаточно информации и нам есть над чем поразмыслить особенно важно поразмыслить о том как хорошо принимать солнечные ванны согреваться у костра или камина а также о пользе массажа для здорового функционирования наших дорогих и так значимых для нашего здоровья косточек потому думаем и извлекаем практическую пользу от полученных сегодня знаний